Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. И в сегодняшнем видео я с вами хочу поговорить про Объект 260. Вот по мне, народ, это нереально крутой танк. И, как мне кажется, многими танкистами просто недооценен. И в сегодняшнем видосе я попробую это доказать. Если вдруг он появляется в продажу, а появляется он в продажу на самом деле за очень меняемые деньги, и я не помню, чтобы он стоил дороже там 25 тысяч. Напомню, народ, что это коллекционный танк, который, ну, не такой старый, как, например, многие премиум танки в нашем магазине. Вот поэтому, в принципе, даже за 20 тысяч, за 25 точно он не появится, но за 20 тысяч голды я вполне могу порекомендовать к покупке. С тем учетом, что наверняка там будет легендарный камуфляж, наверняка там будет оборудование. А этот танк в обновлении 9.1 был достаточно неплохо так ребаланс тут. Народ, но прежде чем мы перейдем с вами в бой, посмотрим, как тачка играется там, я хочу вас познакомить с некой акцией, которая проходит под руководством App Gallery. Возможно, кто-то из вас уже знает, может быть, кто-то сегодня узнает об этом впервые. Прошу обратить внимание на дату проведения мероприятия со 2 ноября по 18 ноября. Называется Blizz Start Cup, и вы можете обратить внимание регистрации со 2 по 11 ноября, чтобы принять участие в 1.16 турнире. Ну и так далее по списку. 1.8 турнира проходит 16 ноября и 1.4 17 ноября. Призовой фонд, на секундочку, 100 тысяч рублей. Если у вас возникают какие-то вопросы, конечно же, вы можете ознакомиться с правилами участия, просто нажав на вот эту вот ссылочку. Доброго времени суток. Танкист App Gallery проводит для вас Blizz Start Cup со вкусными призами. Достойные соперники, но и, честно говоря, призовой фонд 100 тысяч рублей разыгрывает не каждый день. Обратите внимание, что зарегистрироваться на турнир можно со 2 ноября по 11 ноября. И это все происходит с 0 часов по 18.00 по МСК. Народ, прошу обратить внимание на регламент. Тип управления, конечно же, сенсор. Тип боепревосходства. Тип регистрации не клановое количество команд 32. На самом деле достойный приз. И я думаю, что и участники будут тоже достойны. Ребята, прошу обратить внимание еще и на то, что зарегистрировавшись на дискорде танк с Blizz, вы можете самостоятельно выбрать соответствующую роль. Обязательно принимайте участие, потому что, ну, 100 тысяч рублей сами себя не выиграют. Ну, а мы переходим дальше. И объект 260. Давайте вкратце пробежимся по техническим характеристикам. На самом деле они вселяют доверие, потому что я не могу сказать, что этот танк не результативен. Да, у него нету брони, но у него есть фальшборта, который танкует. Ого-го, как? Смотрите, бронирование корпуса. Кто-то скажет, что он очень ватный по броне. Я с вами соглашусь. Но 110 в бортах, это на самом деле немало. 265 в во лбу башни. 130 в борту и 100 в карме башни. Ребят, на самом деле, могу сказать, если вы будете реализовать эту тачку как, ну, можно сказать, средний танк повышенного бронирования, то у вас не возникнет с ним никакущих проблем. И, кстати говоря, я, наверное, посоветую даже вам поставить не на усиленную броню, хотя я катаю именно так, а вот, наверное, на улучшенную сборку, чтобы тогда 2500 практически, ладно, не практически, а 2438. Давайте будем честными. Я ставлю себе так, но если вы по своему желанию хотите поставить на улучшенную сборку, в принципе, хп тоже не бывает лишним. Ребят, что меня приятно удивило в этом танке? Помимо скорости и реальной маневренности, ребят, мне понравился ДПМ. Практически 3000 на вот этом типе техники. Это очень приятно, потому что обычно ты встречаешь 2400, 2500, 2600. Ну, здесь 2993, понятно, что есть машины там, Суперконь, Чифтан, да, со своими там 3500, но это совок, пацаны, читерность никто не забирал у этого танка. Перезарядка 8,4 секунды под калибром 260, кумули, пацаны, 312, кумысы пробивает 312. Это, конечно, не 340, как у ИС-4, но, извини, пожалуйста, и мобильности такого у танка ИС-4 нету, поэтому 312, в принципе, для подвижной тачки это нормально. Ну, а сколочная фугасная МИ-68, это, ну, как бы, абсолютно никого не удивишь. Средний урон 420, он здесь повышен и не какие-то там привычные 400, а 420 уже. Невероятно точное, как по мне, орудие. 3,3 сведения, разброс 0,317, пацаны, это вообще не свойственно для совка. Если вы ставите вообще вот сбалансированное орудие, вы понимаете, что у вас разброс как у СТ-шки. Вы вдумайтесь, 0,285, это, это мега круто. Да, вы будете сводиться там на каких-то там 0,2 секунды дольше, но 3,5 сведения и иметь 0,285 в итоге, такие разбросы, ребят, мне кажется, это круто. Вот, угловы скляния орудия. Несмотря на то, что танк низкий, минус 6 у Вейн, честно могу сказать, мне не хватило. Максималка 50 КМЧ, пацаны, у ИСА-7 мы сейчас 45, на секундочку. Скорость поворота башни 31, скорость разворота корпуса 41. Пацаны, примерно так же он ощущает себя, как Т-95Е6. Возможно, этот чувак будет играться от башни лучше. Единственное, нету 10 УВН, да, пацаны, ну куда там, куда там 10 УВН к совку? Вы что хотите, блин, чтобы это вообще имбища была? Я могу сказать честно, я бы его себе в ангаре приобрел, если бы у меня его не была эта штука, ну мне нужно восстановить, я бы себе 100% его приобрел. Итак, пацаны, на самом деле переходим, наверное, к самому интересному и посмотрим, что эта штука может в рандоме. Народ, на самом деле я искренне считаю, что этот танк недооценен игроками Блица. Вот, например, взять тот же ИС-8, ну это прокачиваемый танк 9 уровня, который ведет к ИСу-7. Ну разве его можно назвать говном? Нет, я искренне считаю, что ИС-8 хороший. Просто в руках тех людей, кто знает, что нужно на нем делать. Так вот, Объект-260 это чуть ли не продолжение, блин, ИС-8. Геймплей абсолютно такой же идентичный. У него, плюс ко всему, у Объекта-260 есть еще обалденные фальшборта, которые танкуют, ну, прям капец, как много чего. И иногда будут мало того, что спасать вас от слива, так еще и от подгорания пятой точки они вас защитят. Могу сказать так. Народ, есть у этого танка такая небольшая особенность. Как вы все прекрасно знаете, совки наделены щучьим носом. Но здесь, пацаны, щучий нос не работает, потому что он полностью картонный. Возможно, какая-нибудь СТ-шка уровня номер 9, не имеющая пробития, вас туда рано или поздно все-таки не пробьет. Но рассчитывать на это щучий нос точно не стоит. Знаешь, чем танкуют? Народ, танкуют фальшбортами, которые есть, вот если вы приглядитесь, они располагаются над брызгевиком. Вот туда будет залетать частый, и вы будете слышать не пробить. Это факт, пацаны. Танк, искренне вам говорю, стоит ваше внимание. Здесь появляется Тайп-71, и это для нас будет проблема. Потому что, ну, у него есть броня, у нас брони нет. Выцеливает без проблем нас кумы с МББшкой. А, пацаны, стоп. Поэтому выстрелил, пожалуйста, не нужно делать вывод. Вот, пожалуйста, почителей он забирается на горку и без проблем нас, собственно говоря, пробивает. Но там барабан. Это ЛТ, хоть и ЛТшка, но это 10 уровень барабанчик с калиброванными снарядами. Поэтому имейте в виду. На этой штуке приятно просто настреливать урон. Потому что он быстрый, он маневренный. Он вовремя может где-то там уехать и не получить ту же тычку. И самое главное, пацаны, повторюсь, альфа 420 и КД 8,4 секунды. То есть ты, по сути, вот 456 можешь выдать такую альфу. Как бы нет такого, что ты стрельнул, не пробил, а потом выжидаешь там, знаешь, ну, я не знаю, секунд 15, наверное, на каком-нибудь Е100, да? Вот, потому что, ну, как бы КД у Е100 теперь 15,3. Естественно, вот в виде такого бочетелёна, ну, грех не обратить на него внимание, грех не дать тычку и сделав его шотом. Пацаны, WZ-121, что это? Это средний танк 10 уровня, китаец, да? И на объекте 260 ты можешь не бояться подобной машины. Потому что у тебя есть, повторюсь, скорость, ДПМ, пробитие. И иногда, если особенно ваза кинет в тебя какую-нибудь полувертуху, а стабилизация у неё вообще так себе, то она может тебя не пробить. АКД у неё не раз в 5,5 секунд, а побольше. Естественно, пацаны, когда вы остаётесь 1 на 1 со средним танком на объекте 260, даже тащить будет легче. Ну, вот что вы сделаете на том же ИС-4, на котором куча, блин, брони, которые, вы говорите, танкует всё. Он танкует всё. Но броня не нужна будет, если ты остаёшься против лёгкого, среднего танка вообще, в принципе. Ну, потому что, как бы, и тут надо вернуться от бабахи. Стабилизация. Вы видите, какая стабилизация? То есть, эта штука, вот, не было такого, за исключением каких-нибудь там первых выстрелов, чтобы она не попадала с полным сведением. Ну, не было такого. Пацан, на нём приятно наносить дамаг. И ты это делаешь прям, ну, прям часто. Три, четыреста практически настрельного урона, и я не могу сказать, что это мега какой-то был пот. Нет, вы сами можете посмотреть, это не стоялово. Это достаточно динамичный бой. Да, это не турбач. Это достаточно динамичный бой, который даже в таком его исполнении позволяет нам делать нормальные цифры. И огромное спасибо чуваку, кто добирает 40.05, потому что он бы от меня сейчас оставил бы ровным счётом ничего. А гриль бы на данный момент добил. Ребят, если, повторюсь, если вы играете на танке с бронёй на каком-нибудь объекте 268 Троп-4, вы хотите танковать всё, что только можно. И едете лишний раз, подставляете. Так вот, тачки без особой брони, наоборот, вас будут оберегать от получения дамага. Потому что вы знаете, что любая тычка вас пробивает и будете действовать, соответственно, более аккуратно. Урон в нашей помощи 1410, 4600 настрелянного урона, пацаны, дарят нам победку и медаль мастера. И, на секундочку, 179 косарей кредитов. Эта штука, пацаны, я вас уверяю, она абсолютно не фармит. И если вот вы настреливаете такой урон, ну, на самом деле, не маленький, да, вы получаете там 100-200 тысяч. Имейте в виду, что просто десятки, они, в принципе, не фармят. Если вы хотите хорошего фарма, то вам нужен чиф. Естественно, не просто так, да, на нем тоже нужно что-то делать. Ну, или, конечно же, какие-нибудь премиум восьмерочки. Все, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Если появляется в продаже щука, моя рекомендация покупать. Если у вас плюс-минус есть понимание, как играть, например, на ИСе восьмом. И если у вас хорошо получается играть на ИСе восьмом. Народ, спасибо за лайк, за подписку. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok